Здравствуйте! Вот новая игрушка. Когда-то она стоила очень дорого, было дико статусной вещью. Смотрим. Косметическое состояние, конечно, не очень хорошее. Причем тут конфигурация хорошая, для того времени, для этих моделей богатая, потому что здесь 80 гигабайт 1.8 дюймов ATA жесткий диск механический с интерфейсом HD ATA 100. Здесь вот на 1 гигабайт оперативная память DDR2 533, причем у него нестандартный микро-DIMM, только узкая платка NISO-DIMM. И если бы тут было 512 мегабайт, и фиг бы такую платку найти. Это у нас док-станция. SD-шка, USB, USB, наушники. Вот это вот у нас стилус, кстати, он не потерян, что удивительно. Здесь вот у нас разъем FGA. Кстати, пластик на ощупь вполне себе нормальный, не липнет. Это у нас сеть. Это у нас модем. Решетка охлаждения, замок. Тут. Вот. Это у нас Bluetooth Wi-Fi блокировка, по-моему. Кстати, Wi-Fi здесь нету, только Bluetooth. Это вот эти PC, MCI карты. Я уже показывал. Допустим, туда компакт-флешку можно вставить, еще что-нибудь. Так вот он открывается. Вот это вот сверху. Вот это вот можно туда выдвинуть, его вот так вот повернуть, прижать, чтобы он не болтался особо. Здесь вот у нас сканер отпечатков пальцев, кнопочки, изменение ориентации экрана. Такое вот откружиненное включение. Причем удобно, что он, когда переворачивается, закрывает клавиатуру, что с ней ничего не случается. Вот у нас маленькая такая батарея. Такая вот маленькая. Вот все наклеечки на месте, на удивление. Три года гарантии, Bluetooth, Wi-Fi нету, как я уже сказал. Клавиатура маленькая, но, можно сказать, не затерта. Вот трекпоинт в центре. Вот такой вот, как на Dell'ах, с того старого времени. Две клавиши. И самое неприкольное, что он даже включается. Здесь WinXP и Home Tablet PC. Когда-то я такую штуку видел в магазине, она становится совершенно сумасшедшим денег. Очень больше 50 тысяч. Я на Авито спросил у человека, он сказал, что долго лежала в кладовке. Потом я ее нашел, посмотрел, что она типа, что с ней будут делать. Она уже совсем устарела, решил продать. Разгружается. WinXP, гиг памяти, процессор здесь одноядерный, кори-соло, ультра-низковольтный. U1400 на 1,2 ГГц. Даже XP на нем грузится медленно. Ну, тем не менее, аккумулятор как-то пытается жить. Даже, может быть, он даже не сильно заношен, кто его знает. Постепенно оно грузится, в аппаратуру выводит. Экранная клавиатура. Так, вилкона, тут таблет PC. Так, можно прибавить даже яркость. Нет, просто смотреть неудобно. Вот какое-то предупреждение вылезло. А, вот оно, просто раздуплилось. Яркость. Выкрутил на полную. Экран 1280 на 768. С таком разрешением, на таком 8, 9 дюймов. Конечно, все значки. Очень мелкие. Так. Тем не менее, оно работает. Вот. И даже... Это оригинальная тут Windows. Потому что таблет PC, установочник, да с ключами, да со всем прочим, сейчас, я думаю, найти трудновато. Так что, действительно, может быть, оно просто с тех самых пор и лежало. Так, а надо в диспетчер зайти. Ну, вот, смотрим. Fujitsu Siemens. 1,2 Гигагерца, азу. Потому что, кстати, у него тоже видеоадаптер встроенный. Жрет 224 мегабайта от памяти. От гига. Так что, посмотрим оборудование. Старое доброе WinXP. Кстати, оно здесь со всякими округлыми свистелками и переделками. Так что, посмотрим, чтобы все было установлено. Так, здесь вот по USB все устройства установлено. Конечно, тут тоже. Потому что, когда я его запускал, скажу честно, там что-то на модем был отключен. Одно ядро процессор. Давай. По-хорошему его надо подключать, конечно, на внешний монитор. Чтобы удобно было, может быть, переключить на крупные заночки. Калибровать стилус. Может быть. Ну, конечно, надо к нему привыкнуть. Машинка в нынешнем мелком тормозной. Я надеялся в нее и СД-шки переставить. Но, кажется, СД-шки здесь не такая. Вот он автоматически поменял ориентацию кляна. Пальцем не особо он. Так, ну, можно, допустим, настройки. Да, кстати, его, кстати, вот можно вот так вот менять. Ориентацию его кляна под разные положения. Допустим, вот так вот его можно держать. И никакого гироскопа в нем нету. Только кнопкой менять положение. Да, я скажу, я его сейчас так особо-то и даже и не... Еще не разобрался. Вот это можно регулировать подсветку. А, нет, это вызов калькулятора. Вот тут просто функциональная. Ну, в общем, надо с этой вот игрушкой разбираться. Такая забавная. А с Wi-Fi у меня есть решение. Вот такая вот Wi-Fi-затычка, TP-Link. Под XP-шке она вроде работает. Такой вот. К домашнему Wi-Fi вполне получится прицепиться. С нее. И много жалять не будет батареек. Вот такая вот забавная штучка. Самое прикольное, это что у нее батарейка, можно сказать, достаточно живая. Ну, что мне не понравилось, это то, что она что-то как-то долго выключается. Может быть, какие-то заглюки... Сейчас вроде нормально выключаться стало. Да, сейчас нормально выключилось. Так что, такой вот интересный зверек, с которым надо переразбираться. Правда, у него должна была быть док-станция со встроенным сидюком. Док-станции нету. Так что, вот, тут драйверы надо искать или в интернете. Или тут мини-диск с ним в комплекте. Вот такой вот маленький, вот, который в мой щелевой привод не вставишь. С этого мини-диска где-то в другом месте копировать. Хотя проще поискать по названию. Заливать туда дрова. Вот на одной моей любимой флешке, кстати, тоже подаренной. 16-ти гиговой тем же человеком, что мне подарил. Тот вот планшет после сервиса, который я разобрал. И смотреть, пробовать, попробовать на нем посмотреть кино. Прикольная штука. История. Когда-то она стоила очень дорого. Когда-то это был премиум класс, бизнес-сегмент. И без нужды я в него не полезу. Хотя на ютубе я нашел два ролика какого-то испанца, где он менял процессор на двухъядерный. Core Duo U7600. Там какой-то 7700. Ну, во-первых, такой процессор я нигде не нашел. Его нигде не продают. Только в составе ноутбуков на Авито. А в Китае я его не нашел на Алике. На всем известном. А кроме того, я посмотрел у того процессора 10 Ватт теплопакет. А у этого, который здесь стоит, Core Sola 6. А вы сами видели на примере того ноутбука, какие тут маленькие вентиляторы, маленькие кулеры. Вот это вот вообще маленькая очень батареечка. И 10-ваттный процессор туда всовывать смысла нет. Так что всем пока. До новых встреч, товарищи.